Насморк. Мой Шурин имел по отцовской линии двоюродного брата, немца, у дяди которого по материнской линии был свекор, дедушка которого по отцовской линии женился вторым браком на Индианке. Брат, который во время одного из своих путешествий встретил девицу, влюбился в нее, и у них родился сын. Ну, со временем стал он виноторговцем. Да что толку-то? Вино у него всегда было безвкусное. А вот двоюродный братец его, военный сын, которого женился на молодой красивой разведенке, первый муж, который был сыном искреннего патриота, воспитал своих внуков в духе карьеризма, и один из них, применив множество профессий, взял в жены девицу, дед, который хилый человек, в очках, подаренных ему кузеном, встретил одного португальца, родного сына шахтера, брат которого женился на девице дочери престарелого деревенского медика, а молочный брат, его молочного сына, сам родной сын другого деревенского медика, женился аж три раза подряд, его третья жена. Я сдал его третью жену. Она очень любила жареную курицу. Это не она. Я говорю, его жена была дочерью лучшей акушерки округа. В один прекрасный день она вдруг овдовела. Как и моя мать. Потом снова вышла замуж за стекульщика, полного надежд, который успел сделать ребенка сына, дочери директора гаража, которая искала свою дорогу в жизни. Свою железную дорогу. Ребеночек их женился на блондинке, отец которой вырос в Канаде, воспитанный одной старухой, которая была племянницей священника, прабабка которой иногда, впрочем, как и многие другие, зимой хватала жуткий насморк. Удивительная история. Почти невероятная. Простите, пожалуйста, месье капитан, там в конце, когда появляется бабка священника, да все как-то туманно. Хорошо бы кашки манной нам поесть в денек туманные. Капитан, начните, пожалуйста, все сначала. Мы вас очень просим.